Новые формы социальных обслугований укороняются в Беларуси. В столице и Минской области, например, это арт-терапия и инклюзивный театр для людей с обмежеванными макшимостями. Увага, в первую очередь людям стало это взросло, инвалидам, шмадетным семьям. Заставаться в центрах социальных обслугований они могут целый день, и послухи такие полностью бесплатные. Рассказывает Антонина Станкевич. Для их театр начинается с гримёрки. Ружевые щеки, прически, яркий колер на вуснах усёк обужиться в ролю. Дорогие уборы перед премьерой так само пошли самостоянно с допомогой социальных работников, волонтёров и модных часописов. На эксперимент с инклюзивным театром у столичных центра терреального социального обслугования партизанского района пошли недавно. А зараз трупа с 32 человек активно гастролюя по разных городах краины. Наше отделение, я даже с трудом могу сказать, что это что-то официальное. Это моя семья. Это мои близкие люди. И с гордостью, с радостью могу сказать, самые талантливые, которых я встречала в своей жизни. Розноузростовая группа ли, на жаль, многих зиих объедновывает тяжкое захворывание. У делу такими театрах это развитие памяти, мовных, сдольностей, а головная социализация. Бадает, что минавито простых человеческих зносин и не хапая людям с обмежованными мягчимостями. Безумно люблю весь этот мир под названием театр «Солнечный круг». Ребятам очень нравится. Они с удовольствием занимаются в театре, с удовольствием выступают. Это дает им очень большое развитие, свободу своего выражения. В этом покое нашей с дымочной группе приходится заховывать тишину. Сейчас тут идусь занятки с психологом. Таким чином досягают двух мед. По-перше, пожилым людям не сум на обудный день. А по-другому, они под надеянным наглядом. Особливо вага тем, кто за взрослым мает певные ментальные особенности. У весь день они не только занимаются с педагогами. Могутся отпочить с кубочком горбаты. Что касается отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и для инвалидов, это все услуги в рамках этих отделений, это все бесплатно. То есть всеми услугами, которые вы видели, всеми благами пользуются люди бесплатно. Сталых людей у везках застерогать не только от одиноты, а и от банальных холодов. Александр Дегтяров за довольнением частуются гарачи горбаты, пирожанами, мандаринами и иншими присмаками. У гостя ву семью мужчина приезжает третий год запар. Триджу районах это одна из самых популярных социальных послуг. Одиноких людях вот напрямаясь так званые гостевые семьи на святы, выходные, а то и на всю зиму. Бариса привезет, посидим, все разберется, так сказать. Мы на каждой празднике, или муж, или деть, у кого-то он попадает, я на него привозят. Мы сразу за стол садимся, потом телевизор смотрим. Ему вот даже иногда кажется, и сядю бы, и сядю бы, и сядю бы. У нас вот и нам он очень нравится. Просто это одинокие. Ну кто же, если они социальные работники помогут таким вот людям. Они к нам очень привязываются. И мы очень привязываемся, очень любим их. Как будто бы это свой. А кроме того, за потребованными застаются и проверенные формы социального обслугования. Домы зимовки и домы суместного проживания привабливают людей. Не только тепленью и утульностью, а и доброй компании. Антонина Станкевич и Юрий Тиханович, агентство Телена Вин, Минск.